Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал, рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и инвестирую вместе с вами. Ну что, друзья, вот и начались у нас такие первые серьезные проверочки на стрессоустойчивость. Давненько, давненько рынки так сильно не колошматило, давненько мы не несли заметные убытки. И, ну, пожалуй, с начала пандемии, с зимы-весны 2020 года таких вот серьезных обвалов и таких мрачных настроений давненько на бирже не было. Да, была большая паника, большая паника именно связанная с возникновением ковида, с падением цен на сырье, на энергоносители. Но потом началось просто колоссальное восстановление, очень сильное, мощное восстановление. Именно тогда на биржу пришло много новичков. Мы помним, что как раз, собственно, 2020 год он стал рекордным по притоку новых клиентов, именно россиян, клиентов, которые пришли на российские рынки. Почему так произошло? Да потому что практически со всех утюгов кричали о том, что рынки восстанавливаются бешеными темпами, что заработать можно практически на всем. И это действительно так, друзья. То есть тогда, в принципе, вот в 2020 году даже и сильно разбираться в этом не нужно было. То есть можно было покупать абсолютно все. То есть ты просто как вот с бешеными глазами забегаешь в магазин. Видели когда-нибудь кадры, как в Америке, где вот эти все очень распространены распродажи, черные пятницы, где люди просто занимают очередь в магазины, там чуть ли не с утра или с ночи, и потом распахиваются двери, и люди бегут, как вот стадо баранов, и хватают вот все подряд. Главное что-то урвать и купить подешевле. Вот так и здесь. То есть можно было, в принципе, даже не стоять и там что-то не выбирать. Там Газпром, Алроса или Сургутнефтегаз, а может быть в Яндекс зайти. И вот все, что бы вы ни купили, все практически показало профит в 2020 году, если вы совершали эти покупки после апреля 2020. Но, друзья, так же вечно продолжаться не могло. А вы думали, сказка продлится бесконечно? Ну, особенно те, кто пришел на биржу тогда. То есть инвесторы, родившиеся в 2020 году. И вот, друзья, случились первые неприятности. И, опять же, я по своему каналу, по подписчикам, по зрителям, по их комментариям сужу, что многие загрустили. Загрустили. И грусть это, естественно, такая... Люди просто понимают, что биржа оказалась значительно сложнее и зарабатывать здесь сложнее, чем казалось. Ну, действительно, когда ты покупаешь на просадке, то, собственно, рост практически гарантирован. То есть, что бы ты ни накупил, у тебя все равно возникает по портфелю хороший плюс, часто двузначный плюс. И ты думаешь, что ты все, ты все постиг, ты все понял. И заработать здесь легко. Но потом приходит осознание, что... А когда рост закончился, когда все восстановилось, а дальше-то роста нет. А дальше-то возникает либо боковик, либо портфели даже, о чудо, но могут уйти в минус. И у многих возникает разочарование. Я, к сожалению, вижу это по многим своим зрителям. Те, у кого был энтузиазм на фоне этого роста, они начинают грустить и начинают высказывать уже какие-то пессимистичные настроения о том, что да, на бирже заработать без каких-то инсайдерских данных, без больших денег не получается, что лучше не рисковать, лучше вообще сюда не лезть и лучше просто хранить деньги на банковском депозите. То есть люди бросаются из крайности в крайность. Ну, друзья, вот просто в качестве примера покажу вам один из комментариев одного моего зрителя. Но это вот таких вот такого рода комментариев. Нападений обычно появляется очень много. Как правило, человеческая психология, она работает просто и незатейливо. Когда все хорошо, ты думаешь, что ты большой мастер и профессионал, когда начинается череда неудач, то у людей часто тональность сменяется на противоположную. Хотя, на мой взгляд, это большая ошибка. Не надо как сильно обнадеживаться хорошим результатом, где бы то ни было, не имеет значения. Карьера, там какая-то личная жизнь и так далее. То есть надо всегда сохранять холодную голову и понимать, что период слишком больших успехов, он тоже, возможно, скоро закончится. Ну, и так же, как период слишком серьезных неудач. То есть не надо слишком радоваться, когда у тебя полоса везения, грубо говоря, идет. Такое вы заметили, я думаю, в жизни часто происходит, когда ну прет прям. Прет вообще во всем. То есть вот за что бы ты не хватался, все прям горит в твоих руках и все получается. А бывает обратная история, когда наоборот, вот прям апатия. И что бы ты ни делал, везде какие-то проблемы, вот везде ничего не клеится. Как говорят у нас, что беда не приходит одна. Так часто происходит и в нашей с вами жизни, и применимо к бирже тоже. То есть вот если у тебя не получается, то не получается во всем. И на мой взгляд, люди неправильно делают, что они часто переоценивают успех и слишком драматизируют свои неудачи. Поэтому вот я заметил, что комментарии, когда вот, например, на рынках начинается волатильность, на рынках начинается негатив, они очень часто смещаются в такую мрачную сторону. И люди прям грустят. То есть зрители грустят. И многие начинают прям стрессовать и огорчаются происходящему. Ну и вот комментарий. В общем, в принципе, зритель в этом комментарии, он ставит под сомнение вообще все. То есть я, прочитав этот комментарий, я ему потом пишу, как бы, ну вот есть такое выражение, что отвергаешь и предлагай. То есть в чем смысл настолько сгущать краски и писать, что все говно, как бы, да, что все плохо. Ну хорошо, допустим, можно обнаружить изъяны в любых вещах, но в чем, собственно, позитив вот такого настроя? В чем созидание? В чем смысл этого настолько все сгущать? Ну смотрите, покупая облигации, вы платите комиссию, а надежные облигации дают доходность от 1-2% больше, чем у вклада. Но при этом вклад застрахован на 1,4 млн, а вот облигаций нет. Ну смотрите, я, в принципе, с вами соглашусь. Но при этом неужели вы думаете, что 1-2% разницы в доходности между банковским вкладом и ОФЗ, которые настолько же безопасны, как и вклад, даже более безопасны? Понятно, что надежность возврата номинала и купонов по ОФЗ, она высоченная. То есть гарантом выступает, собственно, Минфин. И риска потерять деньги у вас нет совершенно никакого. Вы это тоже должны понимать. Поэтому подмена понятий о том, что вклад безопасен, а вот надежной облигации нет, вы тут немножко передергиваете. Если мы говорим про какие-то высокорисковые корпоративные облигации, я с вами соглашусь. Но там и премия по доходности будет сильно выше. Там будет не 1-2%, там будет, может быть, даже 5-6% к вкладам. Но, опять же, говоря про облигации, я бы никому не рекомендовал заходить в ненадежные облигации. Иначе сам смысл вот этих защитных активов, он нивелируется этим. Так вот, если мы говорим про ОФЗ. Вот вы так достаточно скептически пишете, что 1-2% разницы между вкладом, это, ну, как бы несущественно. Но, опять же, это, знаете, высказывание из серии либо все, либо ничего. Коль любить, так королеву, коль украсть, так миллион. А ведь на самом деле большие важные вещи, они начинаются как раз с мелочей. И если мы возьмем с вами и составим сейчас график, где вы, например, будете зарабатывать, ну, например, там, на вкладе 7% годовых, а я, например, на тех же облигациях буду зарабатывать 8,5% годовых, то вы очень сильно удивитесь, насколько велика будет наша с вами разница в конечных результатах. Если вы хотите, то даже для примера я сейчас могу вам этот график показать. Смотрите, друзья, многие новички вот этих простых вещей, они не улавливают. И они думают, что, скажем, разница в 1-2% она несущественна. Но вы очень сильно заблуждаетесь. Когда речь идет о длинной, достаточно длинной дистанции, то даже доли, друзья, процента, я не говорю про целые проценты, они могут изменить результат колоссально. Просто колоссально. Поэтому те, кто думают, друзья, что, скажем, высокие комиссии брокера Тинькофф, например, это не проблема, это, ох, друзья, какая большая проблема. Если вы думаете, что лишний переплаченный там несколько тысяч налога – это не проблема, это огромная проблема, друзья. И если это для вас не проблема на дистанции конкретного, ну, одного года, скажем, ну, допустим, заплатили вы лишнюю тысячу брокеру или заплатили там лишние 5 тысяч налога за счет того, что вы фиксировали прибыль и продавали выросшие бумаги, потом покупали какие-то новые инструменты, то на дистанции, ну, приближенной к бесконечности, каждый вот этот вот небольшой ваш микроубыток, который вы несете, либо не получив какую-то доходность, либо переплатив комиссию, либо переплатив налог, либо, допустим, инвестируя менее эффективно, чем рынок, если вы, допустим, неправильно составляете портфель, все это очень сильно ухудшает ваш результат. Смотрите, берем очень простой, такой наглядный пример. Допустим, у вас есть 1 миллион рублей, и вы захотели этот 1 миллион рублей инвестировать на 30 лет, то есть просто положили, берем просто вот, ну, ситуацию максимально упрощенную, чтобы не усложнять, то есть у нас миллион на 30 лет и доходность одного периода 8%. Скажем, что эти деньги у нас лежат на банковском вкладе с учетом капитализации, ну, либо реинвестирования, то есть вы получили проценты и доложили потом к сумме первоначального взноса. И таким образом вы просто получаете вот эти 8 годовых на протяжении 30 лет. Считаем, что у нас не было совершенно довложений, то есть, ну, вот был миллион и, собственно, все, миллион у нас и есть. Считаем, друзья, через 30 лет, вот смотрите, так будет происходить динамика роста наших инвестиций, в итоге к концу 30-го года, к концу 30-го года, так, подождите секундочку, нажимаем кнопочку рассчитать, к концу, друзья, 30-го года у вас в портфеле будет 10 миллионов 62 тысячи 656 рублей, если наши деньги лежат под 8 годовых. А теперь, друзья, я изменю один лишь единственный параметр, который на взгляд вот зрителя, чей комментарий я приводил, является несущественным. Я тот же самый миллион положу на те же самые 30 лет, но под 10 годовых. Ну, то есть, упростив у нас, если, например, 8 годовых это банковский депозит, ну, к примеру, то 10 годовых это то, что можно получать по ОФЗ. То есть, положив деньги не на банковский вклад, а заведя их уже на фондовый рынок и при этом купив облигации федерального займа. Вроде разница невелика, ну, подумаешь, 2 годовых. Но при этом, друзья, мы берем и рассчитываем. И что мы получаем? Результат вас сильно, друзья, удивит. Получается, что эти же 10 миллионов, которые вы бы заработали за 30 лет, здесь вы получите уже через 25 лет. А вот через 30 лет у вас уже будет почти 17,5 миллионов. То есть, друзья, разница в 7,5 миллионов всего лишь из-за того, что у вас какие-то 2% годовых больше, чем если бы вы держали деньги на депозите. А вы можете себе представить, насколько велика будет разница, если здесь у нас будет не 2%, а, допустим, 3 или 5%. Поэтому, друзья, на бирже важен каждый процент. За каждый процент надо драться, надо выгрызать его, надо стремиться повышать вашу доходность на полпроцента, на процент, на 2, на 3. Не имеет значения. Насколько бы вы ее не подняли, ваша финальная цель будет значительно более быстро достижима в случае увеличения вашей доходности, даже если вам кажется, что 1% или 2% ничего не решают. Дальше, смотрите, какие здесь еще есть выводы в этом комментарии. Насчет фондов, они падают не хуже отдельных акций, например, китайский фонд вам в помощь. Опять же, это классическое заблуждение большинства людей, кто не понимает, что такое фонды и как они работают. Фонды – это инструменты, если мы говорим про индексные фонды, которые включают в себя много акций. То есть, покупая отдельные акции, вы тоже не сумеете заработать на Китае, понимаете? То есть, если вы купите отдельно Tencent или Alibaba, то ваш результат будет, может быть, даже еще хуже, скорее всего, еще хуже, чем покупка этих фондов на эти акции. Поэтому говорить о том, что фонды не будут расти, когда не будут расти акции китайские, ну, разумеется, друзья, это же ежу понятно фонды, если он следует за индексом китайских компаний, он тоже не будет расти. То есть, вы не думайте, что фонд – это отдельная бумага. То есть, когда падает китайский рынок, фонд на китайский рынок будет падать. Когда падает российский рынок, фонд на российский рынок также будет падать. Когда падает индекс FXUS, соответственно, и рынок, и фонд американских акций, которые следуют за FXUS, тоже будет падать. Но при этом, друзья, портфель из акций, которые вы сами соберете, скорее всего, будет все равно уступать по доходности индексным фондам. Если вы мне не верите, то поэкспериментируйте. Вот возьмите и хотя бы год составьте портфель из акций, и год составьте портфель из индексных фондов на эти же акции. Вы убедитесь, что у вас результаты будут хуже. Ну и в завершении апокалипсиса, который зритель здесь приводит, тот же FXUS состоит на 30% из IT-сектора. Случится завтра что-то с IT, и все, фонд хорошо уйдет вниз. Российский фонд, большую часть Газпром и Сбер, Короче говоря, если начнется падение, то упадет все, резюмирует зритель. В итоге я все это прочитал, и мне хочется задать вам вопрос. И что дальше? Что вы предлагаете? Друзья, честно скажу, у меня вот такой неаргументированный, некомпетентный, я бы сказал, пессимизм, он меня немножко раздражает. Даже местами не немножко. Ну вот понятно, можно в принципе написать, что и здесь может быть сложно, и тут может быть сложно. Но жизнь такова, друзья, что для того, чтобы добиваться в ней чего-то, надо это все преодолевать. Да, сейчас непростое время, но опять же, а лучше ли это способ его пройти? Это вот таким способом говорить, что шеф все пропало, гипс снимают, клиенты уезжают. Вы предлагаете держать деньги на депозитах, но вы же сами должны понимать, что это один из самых низкодоходных инструментов, и депозиты даже не сумеют возместить вам потери по инфляции. Не заходить вообще на фондовый рынок, но тоже вы должны понимать, что это неправильный совет. И то, что сейчас на рынках достаточно сложная ситуация, не отменяет общего правила, который подтверждается десятилетиями, что на бирже получается лучше и более интересная доходность, чем по банковским вкладам. Ваше заявление о том, что на бирже не имеет смысла диверсифицировать инструменты, что не имеет смысла комбинировать облигации, акции, фонды и так далее, тоже достаточно абсурдно и, на мой взгляд, не несут в себе конструктива. Что же, по вашему мнению, надо делать? Нет ответа на этот вопрос, поэтому вот такие вот заявления о том, что биржа – это зло, биржа – это плохо, и здесь ни у кого ничего не получится, но мне кажется, это не совсем корректно, писать такие комменты. Если не получается, например, конкретно у вас, это тоже не говорит ни о чем, в принципе. Это говорит лишь о том, что вы, возможно, неправильно понимаете, как здесь надо работать, скорее всего, проблема в вас. Но я не вас конкретно имею в виду, а тех людей, кто скептически относится к идее пассивного дохода в целом. Я, например, друзья, стараюсь сохранять все же оптимизм в такие сложные времена, ну и вам того же советую. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком. Инвестирую вместе с вами. Пишите в комментариях, как вы относитесь к таким вот периодам, когда сложновато, как вы их преодолеваете. Ну и не разочаровались ли вы в бирже после того, что случилось здесь этой осенью. Пока-пока.